На такой ход поединка, который мы видим сейчас, выгоден больше всего Лукашу конечным. Восьмой раунд. В принципе, я думаю, что Сергею уже давно удалось изучить все, на что способен Чех. Лукаш уже все показал, ничего нового, я думаю, от него не стоит ожидать. Если он был в начале поединка более агрессивным, то сейчас немножко подсел. Сейчас большую роль будет играть кондиция боксеров. Как с выносливостью у Сергея. В принципе, украинцу не привыкать проводить 12 раундовые поединки, проходить длинные дистанции. С этим у него проблем практически никогда не было. Но бой, согласитесь, складывается очень тяжело. Очень редко удается Сергею нанести точный акцентированный удар. И это на фоне периодически успешных атак претендента. Двадцать девять лет Лукашу конечный. В 2001 году он начал свою карьеру. Победники в Германии проводят очень часто. Ну, отчетливо, что он сейчас боксирует. Под опекой универсен бокс промоушен. В случае позитивного результата. Конечно же, будет представлять универсен в дальнейшем. Сейчас очень тяжелая позиционная борьба. Но в этом раунде, я думаю, все-таки, согласитесь, украинец был лучше. Не очень, да, мол, он в углу. Занзурука. Говорят о концентрации. Действительно, что сейчас дела в атаке все лучше и лучше с каждым раундом. Но в защите, к сожалению, все те же проблемы. Много принимает ударов на себя Сергей. Многоералевото. Многоералов November 5s. ИGod! И Tayаро, и св els vorher. А я буду мать! У-а-й цепент. Многоералов! У-а-й! Мы анимziehen archaeological. У-а-й! У-а-й! У-а-й-а! У-а-й. Учитывая то, как складывается сейчас поединок, понимаю, что очень было бы неплохо досрочно бежать победу Сергею. И украинцев все для этого есть. Он более разнообразен, он может замаскировать свой нокаутирующий удар. И что, снова конечный начал вкладываться в удары. Много уделять внимание корпусу соперника. Отдал инициативу сейчас Сергею сопернику. Снова находится на удобной дистанции для Чеха. Не пропускал. Пока что есть время, нужно реабилитироваться. Топис немножко Сергей выжидает, когда Лукаш как следует откроется. Когда откровенно бросится с атакой. Лукаш! 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 Ну как мы видим, очень трудно поймать. Лукаша! Лукаша! Лукаш! Лукаш! Что интересно, Сергею с техничными, с мишколями, боксерами гораздо легче проводить поединки, чем с такими халявыми, дрочунами, таким является Лукаш Канеч. Снова вспоминается бой Сергея против Себастьяна Лухана. Тогда были такие же проблемы. Размашистые боковые удары часто доходили до цели. Сергей их пропускал. Осталось три последних чемпионских раунда, которым нужно быть убедительным. Поддавливает сейчас украинец. Очень часто делает это без ударов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Много-много промахов. Сергея, да, Лукаш неплохо работает корпусом. Покачивает слегка маятник. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я думаю, не лишним было вспомнить об апперкотах. Тем более, что они так удачно проходят. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Боковые удары у Сергея, мы видим, не проходят. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, очень остораживает ход поединка. Если раньше, когда Сергей был на контракте универсума, нужно было быть уверенным, что даже в равном поединке судьи нададут предпочтение украинцу, то сейчас, напоминаю, после этого поединка Сергей собирался не продлевать контракт с универсумом. И какие там приоритеты сейчас ставят все судьи, как они ведут подсчет неизвестно, поэтому... Думаю, еще ничего не известно. Поединок довольно-таки равный. И очень тяжело складывается для украинцев. И Сергей... АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА